Есть вопросы, есть что обсудить. Давайте поговорим теперь. Какие примеры людей, которые в совершенстве освоили Байсовский метод на нервном уровне? В повседневной жизни не знаю. Из людей, которые просто являются экспертами на комплексеанцию, Джейнс умер ещё в 90-х годах. Даже книгу толком не записал, и за него её записывали. Сейчас, по-моему, один из самых таких именитых людей – это Эндрю Гельман. Он профессиональный статистик, он много пишет, в том числе про Байсовские методы, и у него несколько хороших книг про это и статьи. Это надо специально набиваться, чтобы это была вероятность противоположных. Жизненность этим особо-то и никак. Вероятность, если произойдёт, если не произойдёт. А на самом деле, вредность – просто слишком много факторов. Вообще, скажем так, каждый раз, когда кто-нибудь строит аргумент вида «произошло вот это, и это подкрепляет мой тезис», каждый раз, когда это происходит, мы можем про это порассуждать с точки зрения Байса. Например, на сегодняшнюю рациональность для начинающих пришло меньше людей, чем обычно, и это подкрепляет моё ожидание того, что летом у нас станет меньше посещаемости. Вот, если я это так формулирую, то это всё уже не может не быть связано с... То есть, если бы я хотел про это порассуждать, то это более аккуратно, то мне надо сформулировать и пользу о распределении вероятности парикоза и встречи, сказать, чего я ожидал, и посмотреть, насколько это происходит. Ну, как пример. Может быть, Нинатон ответил, но я не очень понял, так сказать. Ну, я их примела в виду, что на самом деле, если то, там этих если должно быть что-то... То же, например, с раком, то есть, на самом деле, там еще влиять должно, например, стоимость теста, там, допустим, еще такие вещи. А на что объять? Ну, например, на вероятность. Например. А как стоимость теста? Ну, очевидно, что у дешевого теста... То есть, может быть, так не... Могут быть false false negative больше. С моей стороны, мы посмотрим. Если мы смотрим с точки зрения врача, который прописывает этот тест, и врач читал исследование этого теста, то есть, тогда стоимость теста совершенно изолирована от результатов, которые мы получаем, потому что в исследованиях теста наверняка эту статистику посчитали данным. Если мы смотрим с точки зрения человека, который приходит к врачу, и врач говорит ему, ей, да, если у нас есть два возможных теста, вот этот вот дешевый, а вот этот вот дорогой, и выбирай, какой ты хочешь проделать, учитывая то, что, возможно, тебе стоит провериться, тогда, да, конечно, это, во-первых, надо учить. Но в этом случае мы вот эти числа очень большой сложности можем оценить. То есть, они очень размыты. Если мы их не взяли из медицинских статей, то... С другой стороны. С другой стороны. Может быть, я всё-таки коротенько расскажу про это распорядение. Я про него буквально в прошлой неделе сам узнал. Не умею его ещё с толком рисовать, и даже плохо понимаю, что там знаменатели в формуле «Плодность и вероятности». Но если вкратце, смотрите. Боисианцы очень любят непараметризованная модель. Сейчас поясню, что это. В классической статистике, не в Боисовской, да, в классическом тербеле, когда мы тестируем небоиси, мы перед этим берём предположение о том, какое у нас распорядение вероятности, например. Мы предполагаем, что у нас гаусиана, гаусиана, да, это вот такое вот распорядение, ну, неважно, 0 мог бы быть в середине, где по высоте у нас плотность вероятности, а здесь значение, да. То есть исходы вот такого значения более вероятны, такие менее вероятны. Но гаусиана, помимо того, что у нас неизвестны её параметры, где у неё середина, где у неё, какая у неё дисперсия, помимо этого это ещё и гипотеза о том, как устроен мир. Про то, что, ну, про то, что наблюдения вложатся на гаусиану. Какого вида наблюдений, ну, например, не знаю, рост человека, да. Мы начинаем собирать статистику рост человека, и из этого пытаемся посчитать форму распределения роста всех людей в популяции. Понятно вообще слово, о котором я говорил? То я начал теперь говорить уже о статистике, а не о вероятности. Это чуть-чуть другая навыка. Я думаю, что мы по росту пытаемся определить рост чего-либо другого, допустим, лицет и глаз, да? Ну, бывает и так, но сейчас я не это имел в виду. Сейчас я что имел в виду? Статистика и тервер – это симметричные друг другу науки. Тервер делает следующее. У нас есть вероятности, и мы из них пытаемся сделать предсказание, что истинно. А статистика – это наоборот. У нас есть наблюдения, и мы из них пытаемся определить вероятность. Для того, чтобы потом этими вероятностями, естественно, как-то воспользоваться. То есть статистика – это когда мы идем в мир, проводим какое-то исследование, получаем много данных, и из этих данных делаем какие-то выводы. Например, что-то с чем-то коллинирует, или что-то является причиной для чего-то. Проверяем, может быть, научную гипотезу, да? То есть, да, конечно, про цвет глаз – это потом, на следующем этапе. Но сейчас я имел в виду про то, что у нас есть какое-то наблюдение, и мы пытаемся на основе этого наблюдения построить модель. Так вот, фреквентисты обычно просто берут модель и не парятся, говорят. Ну, нам тут на глаз кажется, что гауссиана подойдет, мы возьмем гауссиану, и потом все эти данные загоним в гауссиану. А, то есть, по Y к оси – это просто количество, да? Нет, по Y к оси – плотность вероятности. Что такое плотность вероятности? Смотри, сейчас попытаюсь кратко объяснить. Чуть на шаг наступлю, да? Вот здесь везде я говорил о дискретных событиях. В нашем квадрате было всего четыре возможности схода. В случае с ростом людей человек может быть роста 180, 181, 181,5 и так далее. Поэтому мы не можем рассуждать о вероятности того, что у человека рост метр восемьдесят. Всегда есть какая-то покрешность. Вместо этого мы можем побить все возможные значения на какие-то интервалы, например. Такова вероятность того, что у человека рост от 180 до 185? На этот вопрос мы можем ответить. И после этого все эти вероятности, когда они будут сложены, в сумме будут давать единицу. И дальше вот это именно момент, где нужен мотан. В мотане есть понятие интеграла. Сумма площади под кривой. Под кривой единица. Да, суммарная вероятность всего этого это единица. А по вероятности, по вертикали у нас по этому не вероятность, а именно плотность вероятности. Сколько вероятностной массы сосредоточено вот в этом промежутке, а сколько в этом? То есть, другими словами, вот эта графика означает, что вероятность того, что рост человека от 170 до 175 больше, чем вероятность того, что рост человека от 210 до 215. Окей. Так вот, фреквентисты выбирают модели на глаз. Они говорят, ну вот, нам кажется, что здесь такое распределение, например, Гауссиана, или там, не знаю, распределение Каши, Плассоновское, какие-то разные. Гауссианцы, по возможности, любят вообще не строить гипотезы о распределении, а восстанавливать их из данных. Так вот, за счет чего это получается? За счет того, что мы можем выйти еще на один мета-уровень, и вместо того, чтобы говорить о вероятности чего-то, каком-то одном значении вероятности, которое мы пытаемся найти, мы можем строить распределение вероятностей. Здесь вероятность того, что... Окей, давайте только, раз я говорю об этом распределении, давайте забудем про рост людей, потому что там гораздо более сложная модель, и я даже совсем не знаю. Давайте представим себе такой пример. Вот у меня есть... это будет монетка. Я подбрасываю монетку. Я обнаружил, что она выпала... Я подбрасываю монетку еще раз, давай. Она опять выпала, дядя. Мне хочется выяснить, какова вероятность того, что монета падает орлом, а какая вероятность того, что она падает реже. Я ничего про это не знаю. Я могу предположить 0,5, но мне-то хочется найти истинное значение, да? Я могу подбросить тысячу раз, тогда я как-то приближу истинное значение, но я никогда его бы не буду знать точно. Так вот, в это распределение говорить, а давайте присвоим вероятности истинным значением вероятности выпадания монетки. И давайте, например, начнем с вот такого распределения, когда есть вероятность, что истинная вероятность выпадания орла 0, и есть вероятность, что истинная вероятность выпадания орла 1. Есть еще какие-то значения последние. Да? А здесь у нас опять вероятность на эпоху плотность. Это вероятность того, что истинная вероятность такая. Нормально? Так вот, если мы еще ни разу не бросали монетку, то, и я сейчас даже не буду даже близко пытаться претендовать на то, чтобы утверждать, что я знаю, как это доказывается, то это бета-распореление с параметрами 0.5, 0.5. И утверждается, что это оптимальный приор, когда у нас еще нет данных. По-моему, я сейчас не вру, я присваиваю вероятность процентов 20, что я неправильно считался в основу всего этого на Википедии, что я вас обладываю, но, по-моему, так. Это наш приор. А после этого мы бросаем монетку, и мы получаем первое значение. И после этого мы эти значения начинаем... О, черт, может, я вру насчет этого приора. Короче, мы их начинаем плюсовать вот в эти параметры. Например, если мы... Ладно, давайте я этот момент замну. Например, если вы 3 раза бросили монетку, и 2 раза она выполнила ровно, и 1 раз легкой, то у нас бета-распореление от параметров 2 и 1. И так далее. И в зависимости от этих параметров оно начинает выглядеть по-разному. Например, оно начинает выглядеть как-то вот так. Потом, когда мы добавляем новые наблюдения, мы их плюсуем сюда и сюда, и вот эта штука, она одновременно может смещаться в лево и вправо, и одновременно с этим становиться более заостренной. То есть, если у нас будут тысячи наблюдений, то оно будет выглядеть вот так. Будет очень маловероятно, что истинная вероятность выпадения монетки отличается от... Ну, здесь должно было быть 0,5, да? Отличается от 0,5 существенно, и очень вероятно, что оно на самом деле 0,5. Окей? Я, честно, за полных вопросов не отвечал, что я начал про это рассказывать. Кто-нибудь может напомнить? Может быть, я всё-таки... Короче, не королю, как-то по-другому. Вот, у бета-распореления есть всякие клёвые свойства того, что мы их можем друг с другом. Ладно, нет, я уже... Я сейчас не совсем заберяться, поэтому я не буду... Ну, я сейчас просто не дал, причём. Да, вопрос был про то, где взять вот эти вероятности, и что вообще делать, когда у нас нет данных. Что много факторов... Да, в повседневной жизни, конечно, это сложно. Если мы учёные, то мы пытаемся учесть все данные, которые у нас есть, которые мы можем оценить в количестве. И, конечно, всё равно построение модели, то есть какие-то априорные предположения о том, какие параметры влияют на какие, они всё равно у нас есть в голове. Могли бы, конечно, всё это загнать в модель, но оно становится вычислительным довольно сложным. Так, допустим. Там ещё, поскольку вот в теореме Байеса, там на привлоде были такие понятия, как сложение, умножение вероятности, как я понимаю, какие-то вещи, там и ограничения, в том числе связанные с предположением о независимости... Ограничение чего. Ну как? Произведение вероятности независимых событий. Вот слово независимые, что они между собой? Независимые вероятности — это когда у нас ситуация на квадрате, которая выглядела вот так. Вот если у вот этой горизонтальной чистоты нет скоса, то вероятности независимы. Независимые вероятности соответствуют вот такой формуле. П от АБ равно П от А на П от Б. То есть мы можем просто перемножить долю вот этих квадратов для того, чтобы получить вот это. По картинке видно, что это и форма, и это вот эта вещь. Если вероятности не независимые, то вот так делать нельзя. Вот. Да, если что-то не зависит от чего-то другого, и вот то, что-то другое — это то, что нам интересно, это наша гипотеза, то то, что не зависит, можно просто выкинуть из модели, а оно никак не влияет на космосовую планету. У меня такое ощущение, что вся эта встреча, она очень теоретическая показалась, при том, что оказалось, при том, что обещание было, что это рационально сделано начинающим. Я надеюсь, что какие-то полезные примеры, почему это важно, я всё-таки привёл. На самом деле ещё просто интересно всё-таки понять, что такое понятие боесианство, это оно чем определяется, что вот это какую-то форму, то есть что такое боесианство. Хорошо, пожалуйста. Это подход, да. Окей. Есть, наверное, несколько способов дать определение. В математике боесианство или боесовская статистика — это область математики, которая использует боесианские методы, боесовские методы, а именно вот штуки, связанные с непараметризованными моделями, и, в общем, некое количество математического аппарата, которые используют люди, считающие, что так делось правильнее. И, ну, как бы, математически доказано, что так делать правильнее, но при этом оно иногда более сложно вычисляется, и поэтому не все с ними согласны, что это настолько значимо. С другой стороны, в философии есть понятие боесовская эпистемология. Если пойти на... В СЕП, да, Стэнфордская философская энциклопедия, то там есть длинная статья про то, что такое боесовская эпистемология. Если честно, я ее не читал. Но ожидаю, что она сводится к утверждению, с которого я начинал, про то, что правильно было бы записывать знания о мире в виде вероятностей и приходить к новым знаниям, исходя из законов теории вероятностей. Что это корректно, а все то, что от этого отклоняется, некорректно. Это я готов назвать боесианством. В более широком смысле, наверное, в смысле Десронга, да, боесианство это просто убеждение, что наши знания вероятностны, что мы не можем про какое-то знание утверждать, что оно истинное на 100%, и что давайте оглядываться на законные терферы, когда мы делаем любые высказывания. близко к предыдущему оптимию, которое я прогрели. Вот. Как-то так. Ну, то есть... В первом приближении нам стало ясно. Я понимаю, что оно часто остается на уровне метафрок, что, там, не знаю, если я вижу чьё-то некорректное высказывание, то я могу объяснить некорректность этого высказывания в терминах логики или боеса, но это не значит, что человек к этому высказыванию пришёл, или, там, я к своему более корректному высказыванию приду, вспоминая явным образом про боеса. Но, если что-то не соответствует закону логики или боеса, то это довольно большой красный флаг, что а давайте-ка аккуратнее выражаться. Вот. Может быть, имеет смысл чуть на шаг отойти в сторону от боесаства к философии, рассказать ещё раз историю про то, какой путь прошла философия науки в 20-м веке. Если вкратце, если совсем вкратце, история такая. До середины 20-го века человечество даже близко не понимало, что такое научный метод и в каком случае мы можем что-то считать научно выясненным, а в каком случае нет. В начале 20-го века где-то про это начали говорить и, наверное, история, ну, то есть, история тянется, конечно, давно, там, вот, и древних греков, и Декарта, и, там, Галилей, научного метода, тех времён. Но, интересная двушуха шла в 20-м веке, когда сначала, в начале 20-го века возникли позитивисты, которые сказали, позитивисты, которые сказали, мы всё опишем конструктивно и начнём от штук, которые явно истинны, и потом из них конструктивно, последовательно докажем и выведем всё остальное. Вот, они замахивались на теорию общей, объединённой unified science, объединённой в науке, на то, чтобы всю математику тоже доказать конструктивно, Рассел и Вайтхэн, да, писали большую книжку под названием основания математики, математика, принципия, в которой тоже науста. Давайте возьмём аксиоматику, потом всё вот остальное выведем. К сожалению, в 30-х годах Вильямс Гёдель доказал теорему неполноте и выяснилось, что, ну, не судьба, что невозможно доказать всё то, что истина, что останутся утверждения, которые истинны и не доказуем. Это, с одной стороны, но это такой, скорее, чисто теоретический факт, не очень сильно влияющий на всё остальное. Хуже другое, хуже то, что если мы получаем свидетельство в пользу нашей гипотезы, это ещё ничего не говорит о том, какие там свидетельства есть против нашей гипотезы. И поэтому где-то к середине 20-го века Поппер и, наверное, некоторые другие люди тоже начали говорить о том, что позитивизма недостаточно, и давайте лучше говорить не о верифицируемости утверждений, не о верифицируемости знания, а о фальсифицируемости. О том, что наши теории, может быть, будут когда-нибудь потом отпровергнуты, но сила нашей теории в том, что если мы будем искать против неё свидетельства, мы будем продолжать их не находить. Вот. И это достаточно ценная мысль. Её, конечно, тоже оказалось недостаточной потом было ещё несколько поворотов и вплоть до того, что сейчас никто толком ну окей. Мало кто, наверное, сейчас утверждает, что есть один стандартный подход к науке и вот мы его полностью формализовали и давайте сделаем только так. Но при этом да, вероятность знания, вероятность знания, фальсифицируемости, да, поиск свидетельств против для того, чтобы усиливать утверждение за. собственно, к этому можно прийти через терверк, а можно откатиться вообще ещё на 2000 лет назад и вспомнить Аристофия. Его модус поненс и модус толенс. простейший символизм, да? Из А следует Б и истина А следует на Б Сверху записаны посылки. Как это? Большая посылка и малая посылка? Я не знаю. Окей. И внизу вывод. Из А следует Б истина следует на Б. Это понятно. Это называется модус модус. Давайте рассмотрим другой символизм. Из А следует Б Б. Это неправильно. Это называется Confirmation of the concept. Неважно. Это неправильно. Давайте рассмотрим другой символизм. Из А следует Б не А. Следовательно не Б. Тоже неправильно. И давайте рассмотрим последний символизм. Из А следует Б не Б. А. Следовательно А. Так. Это правильно. А, в смысле извините, не А. Последний символизм называется Modus Solis. И если мы возьмем людей и дадим им реальные утверждения и попросим их сказать Лондон будет затоплен, то Лондон будет затоплен. Случилось всемирное потепление. Согласны ли вы с утверждением, что Лондон будет затоплен? Какой-то процент людей утверждает, что да. Какой-то процент людей не соглашаются с этим утверждением, потому что у них главная модель. Типа мы что-нибудь сделаем, построим тамбу и спасем Лондон. Аналогично, если случится всемирное потепление, то Лондон будет затоплен. Лондон не был затоплен. Случилось всемирное потепление. В общем, по-разному люди мыслят. И нельзя сказать, что они неправы. Они просто согласны с утверждением, но не в такой строгой логической форме. Они присваивают вероятность. И это, в общем-то, неплохо. Более того, если мы посмотрим на это, то тоже выяснится, что с точки зрения теоремы Байлеса это очень неплохая штука. Если из чего-то что-то следовало, и оно как-то коррелировало, и была какая-то зависимость между причиной и следствием, и после этого мы подтвердили следствие, то это повышает вероятность причины. Я что-то опять съехал с темы, я начинал с лософией науки, но что я хотел сказать. Фальсифицированность это вот это, естественно. Мы опровергли следствие и получили что-то про причину. верифицированность это ну в каком-то смысле это, но ладно. к чему я все это говорю. Так же как в повседневной речи, несмотря на то, что люди часто не согласны с конкретными формами, мы на самом деле эту историческую логику все используем, так же в каком-то смысле даже не зная про это, когда мы рассуждаем корректно, мы используем Байцевскую логику. когда мы ее не используем, наоборот, не рассуждаем корректно, в смысле, если мы ее от нее отклоняемся. Это, наверное, возвращаясь к третьему пробу, качественное использование. почему считается, что только с середины 20 века науки стали правильным? Ну, скажем так, только к середине 20 века об этом всерьез задумались и начали об этом спорить. То есть, скорее, наверное, с первой половины 20 века в качестве реакции на критику позитивистов, ну, в общем, там была основная движуха. последовательность это, наверное, позитивисты, ну, нельзя сказать, что Витгенштейн, но где-то он там тоже в стороне был, дальше Поппер, дальше Кун и Локатес, наверное. Поппер вообще, например, утверждал, что вероятность истинности любой научной теории равна нулю. И он тематически это доказывал. Ладно, ну, это уже спорный вопрос. Доказывал или доказал? Я не осилил доказательства, если честно, но оно выглядело довольно здраво, есть в приложении к какой-то из его книжек. Я не осилил. А то еще такое бывает с тебе просто связь вообще науки, математики и философии. у меня не очень понятно, что такое философия. Прошлую осенью я и Вион выступали на скептиконе в центре архе. Где-то на ютюбе выложены записи. Так вот, у нее была замечательная лекция про то, что такое философия. Одним из тезисов лекции было какая разница это все то, что мы этим назовем. То есть, другими словами, никто не знает, все определяют по-своему и часто по остаточному принципу. Это то, чего мы еще не формализовали в виде науки. Философия. Да. Это рассуждение, про которое у нас нет еще формального аппарата, и поэтому мы находимся в процессе поиска этого аппарата, поиска вообще категории, которых мы рассуждаем. В каком-то смысле это как раз та часть эпистемологии, которая не укладывается в формальное аппоисианство. Когда у нас уже есть категории, мы можем ими оперировать формально. Пока у нас нет категории, мы их ищем. язык вообще. И это какой-то поиск универсальных подходов, которые бы вообще везде работали? Ну, наверное, рифмуя с названием «Лес Ронг» поиск более хороших подходов, менее кривых, которые будут более хорошо указаны в трюкзору. Вот. Далеко не вся философия хороша, даже, наверное, можно сказать, наоборот. Большая часть философии – это полная чушь и гоны, и иногда даже вредно для мозгов, потому что после того, как ты встраиваешь себе это в голову, эти категории, ты не можешь их уже просто так вытянуть. Но некоторая часть, не знаю даже, можно ли это назвать уже философией, или просто какой-то довольно разумный аппарат для рассуждения о реальности, она полезна. Вот. С другой стороны, наука – это что-то, что ищет, во-первых, конкретные результаты, во-вторых, пытаются эти результаты как-то обосновать, причем экспериментально. Ну, тут еще тонкий вопрос, например, можно ли мы назвать математику наукой? В каком-то смысле математика – это не наука, в каком-то смысле математика, ну, не могу сказать, что философия, но какое-то оперирование абстракциями, которое не требует эксперимента, например, в этом смысле математика наука. И философы часто претендуют на то, что логика – это философия, а не математика, например. Вот. С другой стороны, наука, да, она обычно в философию не лезет вообще, то есть ученые высказывают какие-то гипотезы, пишут их в текстовой части своих статей, но основная часть основной результат в статье – это эксперименты и его результат. Ну, то есть, нет, конечно, не совсем так, они пытаются свои гипотезы тоже подтолкнуть, при этом никакого формального метода про это нет, и, наверное, ирония в том, что как раз попыткой навести формализм на то, чем занимается наука, этим занимались философы, как раз в 20 веке, философия науки. Тот же Кун, который сказал, что вы думаете, что наука продвигается посредством последовательных улучшений, нифига, на самом деле в науке царит парадигма, и даже если появляется свидетельство против парадигмы, никто обычно свое мнение не меняет, пока не происходит научная революция, которая как-то все совсем переворачивает. Кун про это писал лет 50 назад, с другой стороны, буквально в последние годы были исследования про то, что прогресс в научных областях начинается, когда умирает какой-нибудь именитый чувак, у которого была нога. Да, то есть именитый человек умер, теперь можно писать против, и новое поколение начинается. про интерьерами, про интерьерами, Понятно. Это книжка «Структура научных революций», вообще не такое, да? То есть там, ну, то есть сколько помню писания книжки, и вот то, что было только что рассказано, это примерно про это и говорится. Ну, вот, я, собственно, и сказал, что Кун про это писал. Я не читал книжки, поэтому я пересказываю те описания книжек, которые я видел. Вот. Такие дела. «Структура». «Структура».